Впервые за 28 лет Международный Олимпиаду по информатике принимает у себя старейший вуз России – Казанский федеральный университет. Столица Татарстана завоевала право проведения, обойдя города-конкуренты из Японии и Азербайджана. Еще до официального начала игр Казань успела войти в историю соревнований. В этом году в третью столицу России приехало рекордное количество стран-участниц, всего 88 делегаций. На протяжении всей Олимпиады участников сопровождали волонтеры из числа студентов КФУ, одного из ключевых организаторов турнира. Вуз также предоставил школьникам проживание в одном из лучших студенческих кампусов России – деревне Универсиады. Я очень впечатлен городом. Казань – большой и красивый город с прекрасной архитектурой. Деревня Универсиады тоже очень просторная. Это лучший кампус, который я видел. Здесь очень здорово. Организация на высоком уровне. Особенно мне понравились экскурсии. Город просто прекрасный. Хорошие люди, отличная еда. Нам тут все нравится. Поздравить за томске бане! Чучо редко! Буэям, ты бинас! 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 К тому же гости Олимпиады наконец-то смогли увидеть частичку национальной культуры России и Татарстана, представленную лучшими творческими коллективами республики. Мне понравились татарские танцы. Для нас это очень необычно, но в то же время так красиво. Ну и, конечно же, впечатлило световое шоу. Нашим участникам я желаю найти новых друзей, получить позитивные эмоции и подготовиться усерднее к следующему году. Так мы сделаем этот мир еще чуточку лучше. Очень приятно, что открытие нашей Олимпиады проходит в период, когда в Бразилии, в Рио-де-Жанейро представители наших стран борются за спортивные медали. Ректор КФУ Ишат Гафуров отметил важность IT-технологий в подготовке самых разных специалистов. Также он выразил надежду на то, что Казань не последний раз принимает у себя такие мероприятия. Мы надеемся, что в результате упорной борьбы мы сумеем выиграть право проведения аналогичного мероприятия, но только уже для студентов в 2020 году. Какими бы ни были итоги Олимпиады, каждый из вас уже победитель, опередивший других сильных соперников на отборочных соревнованиях. Я вас искренне с этим поздравляю. Напомним, для всех, кто не мог присутствовать на церемонии открытия, студенческое телевидение Казанского университета, телеканал «Универсмотри» ввел прямую трансляру. Видео церемонии открытия Олимпиады выложено на сайте КФУ и в группе «Универсмотри» на YouTube. Журналисты медиа-центра КФУ на протяжении всей Олимпиады освещали ход соревнований и жизнь участников со всего мира в столице Татарстана. Интервью с командами вы можете увидеть на главном сайте турнира ioi2016.ru и в YouTube. Мимо наших камер не прошли и сами соревнования. Каждый тур включал три алгоритмические задачи, решения которых необходимо было представить на компьютере. Первое задание было довольно сложным, но я справился. Второе и третье было еще проще. Я очень доволен своим результатом. Организаторы Олимпиады подготовили для участников насыщенную культурную программу. В свободное от соревнований и тренировок время ребята изучали город, гуляли по Кремлевской набережной. Ребята своими глазами увидели главные достопримечательности столицы Татарстана – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, башню Сюмбике. Кроме того, делегации ближе знакомились с историей и жизнью Казанского федерального университета. В частности, гостям удалось посетить музей истории КФУ. Уникальной возможностью для участников ioi стало участие в настоящем татарском сабантуе. На празднике было представлено множество исконно татарских игр. Среди них прыжки на перегонке в мешках, бег с яйцом, разбивание горшка и многие другие. Продолжением культурной программы стал визит в Анаполис – город, построенный специально для IT-специалистов. Там ребята смогли познакомиться с новейшими казанскими разработками в области IT-технологий, в числе которых были достижения Казанского федерального университета. Также гостей ожидала обширная экскурсия по городу, а также увлекательные квесты по территории Анаполиса. Затем гости переместились в остров Град Свияжск. Их ожидала интерактивная программа с персонажами русской истории. Кроме того, ребята поучаствовали в национальных забавах русского народа. Что больше всего привлекло мое внимание, в Казани очень много цветов на улице. Они делают город намного ярче, и для меня это приятная мелочь. 28-я Международная Олимпиада по информатике завершилась красочным концертом в Пирамиде. Телеканал «Универсмотри» и студенческое телевидение Казанского федерального университета ввел прямую трансляцию с мероприятия. На церемонии чествовали победители и призеров соревнований. Лучшие школьники со всего мира получили заслуженные медали. Кстати, запись церемонии и закрытия также выложена на сайте I.U.I. 2016 и в YouTube в группе «Универсмотри». Самир Джуби, Сирия. Иг Чунгвонг, Гонконг, Китай. Спасибо большое. Пожалуйста, возьмите свои сетки. Тага Хиро Масуда, Джипан. Тага Хиро Масуда, Джипан. По количеству медалей команда России заняла второе место на первом – Китай, на третьем – Иран. Асхат Сахабиев, ученик лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета, завоевал бронзу. Я начал заниматься информатикой с пятого класса и все это время как бы готовился. А именно конкретно к этой олимпиаде я не знаю. Наверное, года два я готовился. Лучшие результаты в этом году показали россияне Михаил Путилин. Владислав Махеев, Российская федерация. И китаец Зо Фан Ву. Зо Фан Ву. Чайна. Абсолютным чемпионом оказался школьник из китая Цзинь, набравший за два тура 597 баллов из 600 возможных. Татарстан, Казань ждет вас в 2020 году. Татарстан, Казань ждет вас как туристов. Татарстан, Казань всегда говорит вам добро пожаловать. Я хочу пожелать вам всегда оставаться такими же целеустремленными и достигать своих мечтаний, чтобы всегда мечта была с вами, а ваша профессия, безусловно, одна из тех немногих, которые позволят выполнить любую мечту. От Волги до Енисея, ногами не счесть километры, Россия, моя Россия. Мы хотели, чтобы здесь, на площадке Казанского университета в Казани, проходили не только соревнования, но и вы бы могли познакомиться с традициями нашего народа. И у вас была возможность ознакомиться с нашими традициями и историческими местами. Завершением церемонии закрытия стала торжественная передача флага АЮА и представителям Ирана. Друзья, только что на ваших глазах, мы вперед этот флаг, пожелаем удачи! Так в Казани завершилась 28-я международная олимпиада по информатике среди школьников. Надеемся, что столица Татарстана выиграет право проведения международной олимпиады уже среди студентов в 2020 году. И Казанский федеральный университет вновь примет у себя самых талантливых молодых людей в области IT.